Всем привет, ребята! Меня зовут Алиса, а вот это моя любимая сестра Лиза. Любимая! Офигеть! Сегодня доброе утро у нас. У нас уже утро, и это значит, мы будем ж-р-а-т, мягкий знак, жрать, как всегда, ребята. А можно сказать, красиво, и кушать. Завтракать мы будем, трапезничать. Кушать, трапезничать, английский завтрак, короче, все как положено. Короче, мы сегодня будем есть 24 часа только еду из фикс-прайса. Я знаю, что это будет все сухое, потому что в фикс-прайсе не мясо, ничего такого, знаете, готовой еды какой-то. Завезите уже какие-то бургеры готовые или морозилку, было бы очень круто. Это было бы очень просто, но челлендж у нас сложный, потому что нужно набрать в фикс-прайсе еду на целый день. Так как у нас завтрак, мы сейчас будем набирать еду для завтрака, поэтому, ребят, перед началом этого видео запасайтесь вкусняшкой, чтобы не мы одни жирнели, а вы тоже. А также ставьте лайк на удачу, потому что лайк на удачу дает удачу всю учебную неделю. И не только в оценках дает удачу, а во всем. А если еще подпишутся они на канал и поставят колокол, скажи, что будет, Лиз. Вы найдете скрипыш магнит, самый юбилейный вот этот вот редкий. И айфон 12 вам купят, который скоро выйдет. Ну что, так, кстати, я забыла сказать, если вы видите эти макияжи, не пугайтесь, просто мы с утра снимали видео на канал Лизы и менялись подарками. И эти футболки, между прочим, тоже с этого видео, поэтому после просмотра моего видео переходите к этой вот девушке. У нас сегодня очень насыщенное утро, потому что мы уже сняли мне видосики. Короче, я рада от подарочков. Пошли в фикс-прайс. Да, мне немного неловко в таком макияже идти в фикс-прайс, но ладно. Хочу жрать. Все, встретимся уже после магаза. Я уже в фикс-прайсе и решила на завтрак Лизе купить такое банановое молоко. Смотрите, это натуральное банановое молоко, то есть не молочный коктейль, а его реально можно просто так пить, добавлять в кофе и так далее. Мне кажется, это идеально. И дальше, смотрите, в этом холодильнике много разных йогуртов и напитков, поэтому я возьму еще ей пару йогуртиков. Смотрите, здесь есть малина, ау, дверца. Здесь есть малина, клубника, поэтому давайте возьмем такой один. Пусть будет клубника и парочку таких, смотрите, тут 0,1% жирности. Отлично, берем. Короче, ребята, в фикс-прайсе мы постоянно с Лизой покупаем такие протеиновые батончики, поэтому я взяла целых 5 штук, да, 5 штук на завтрак. Здесь протеиновые, они типа низкокалорийные и полезные. Также есть фруктовый батончик, поэтому норм, потому что вот такие всякие милки-вэи, они, конечно, вкусные, но не полезные. А вот эти в самый раз. Они, кстати, дешевые в фикс-прайсе, попробуйте обязательно. Так, ребята, смотрите, мой любимый отделчик, но завтрак должен быть полезный, а не доширочный. К этому отделу мы еще вернемся. Я решила взять Лизе такой круассан, он называется чипикао шоколадный. Я люблю такие с какао, с шоколадом, не сильно сладкие, поэтому, мне кажется, заходит. Берем его. Кстати, если любите такие круассаны, напишите. Я первый раз покупаю. Обычно беру только 7 days, а здесь таких нет. Как только я зашла в фикс-прайс, на завтрак мне приглянулись вот такие вот протеиновые батончики. Они, кстати, очень дешевые. Мне кажется, они вкусненькие. Смотрите, взяла ванильный и шоколадный. Где фокус? Где фокус? Вот. Думаю, невкусные. Стоили, кстати, блин, 15 рублей всего лишь. Так как мы теперь с вами не пьем обычное молоко, я возьму вот такое вот немолоко. Смотрите, есть шоколадное овсяное, ванильное какое-то и... Просто овсяное. И еще одно просто овсяное. Я даже не знаю, шоколадное взять или ванильное. Давайте попробуем взять ванильный десерт. Мне кажется, это будет вкусненько и сладенько. Алиса не просто так пила молоко. Я купила вот такие вот трубочки специальные для молока. Они разноцветные и очень круто выглядят. Будет не обычное молоко, а клубничное. Еще и розового цвета. Просто офигенно. Я хочу что-то взять из сладостей, потому что, блин, такие красивые упаковочки. И как бы я люблю что-то подобное брать. Я нашла более-менее полезные печеньки, потому что они мюсли. Вот такие вот. Пробовали ли вы, напишите в комментах. Но мы попробуем. Но я не могла пройти мимо вот этих разных яичек. Посмотрите, это что-то типа наподобие киндера, но, конечно же, дешевле намного. Поэтому, смотрите, вот, я выбрала вот такое яичко. Там какие-то машинки внутри, но оно мне из всех понравилось больше всего. Поэтому будет она кушать эту вкусняшку, которая там внутри. Если это, конечно, вкусно. Ребятушки, я в предвкушении. Я очень хочу есть. Я хотела по пути взять себе что-то покушать. Но подумала, нетушки, нетушки. Алиса мне что-то вкусное приготовит. И давай, раз, два, три. Я не ошиблась. Блин, открой круассан. У нас совпадение, да. Вот, вот. Тупо одинаковое ваниль и шоколад. Даже по вкусу. Шоколад, ваниль. И еще Алиса мне положила какое-то яблоко с корицей для стройности. Это опять на мёк, потому что я жирная. Спасибо, сеструха. Так, у меня здесь, давайте я покажу свой завтрак. Не молоко, молоко, не молоко. Киндер, типа киндера. Протеиновые питательные батончики. Палочки, которые опускают молоко. И любятого печенья с мюсли. Мне кажется, это питательный завтрак. Мне из этого многое нравится. Только такое молоко у меня было неприятное знакомство, когда Лиза мне купила зеленое. Надеюсь, такого не будет. Давайте теперь я вам покажу свой завтрак. Непонятная жижа в моем стакане. Не знаю, что это. Очень крутые батончики, я думаю, они вкусные. Круассанчик. Шоколадом. С губкой Бобом. Так, альпин какой-то этот. И два йогурта, короче, маленьких-маленьких. Откроем йогурт сначала. Я люблю йогурты. Это не жижа. Это, если что, банановое молоко. Я не стала брать большую упаковку. Нормально? Как молочный коктейль какой-то. Так, я беру молочко, начнем завтрак с этого. Я не знаю, как вы это пьете, напишите в комментариях, но многие любят такие трубочки. Ее нужно опускать прямо в молоко и через нее пить, правильно? Давайте попробуем. Йогурт красивый. Ну что? Плохо пьется? Ну это прикольно. Молоко очень сладкое. Это овсяно-ванильный десерт. Ммм, кусочек ананаса попался. Очень вкусный йогурт, если честно. Ребята, я хочу распаковать киндер. Давайте, пока Лиза кушает свои йогурты, я распакую киндер. А я хочу распаковать круасса. Там нет сюрпризов в киндере. А тут есть. Тут есть сюрприз, понятно, с хавала, да? Вот губка-боб какая-то. Урыла, урыла. Воздушный, какой хороший. Ммм, обожаю. Короче, ребят, посмотрите, пожалуйста, на киндер. Это машинки Hot Wheels. А, как он плохо распаковывается. Здесь машина. Короче, здесь нужно собрать машинку. Но мы это соберем позже. А здесь у нас самое важное, что я и хотела, потому что я голодная. Десерт. Ой, он немножко присох, но я думаю, будет норм. Давайте попробуем десерт. А я хаваю круассан. Ой, блин, вы видели это? Я хочу просто ложкой его сделать. Жесть. А он весь просто скатывается. Ну что ты думала? Он стоил рублей 15, может, даже меньше, прикинь. Это достаточно вкусно, но я не могу просто даже взять его в ложку. Хотя он не в холодильнике лежал, но он почему-то такой дубовый. Ой, ребята, вкусный круассан. Я его доем вместе с йогуртом, боже. Это реально крутой завтрак, потому что вот все из этого, что тут есть, мне понравилось. И давайте я возьму печеньку, посмотрим, как выглядит. Это печенье мюсли с клюквой и изюмом. Давайте это попробуем с молоком. Мне кажется, норм на завтрак. Идеально. О, посмотрите. Это реально печенье, похоже на бельгита. Это просто поломалось. Короче, это у меня протеиновый батончик. Протеин это хорошо, потому что сладости должны быть полезны. И я хожу в зал, поэтому протеинчик круто. Это реально вкусно. Он не сладкий. Это реально вкусно. Он сладкий. Мы угодили друг другу в этот раз, я думаю, ты довольна завтраком. Да. Я прям уже очень в Тик Спрайсе стараюсь угодить Лизе, потому что по челленджам уже знаю ее вкусы. Она уже знает мои. Я думаю, с молоком идеально. Если я это все съем, я до вечера точно есть не захочу. Это 100%, потому что тут дофига всего. Ну, спасибо, ты побеспокоилась, чтобы я не была голодная. Ребенок будет такой большой. Единственное, что мне этот киндер не очень понравился, а так норм. Просто он реально какой-то будто срок годности вышел. Я его купила ради прикола, чтобы ты просто игрушечки порадовалась. Ну, игрушечка прикольная. А, тут уже готова машина. Все, давайте кушать и встретимся с вами на обеде. Да. Приятного аппетита всем, кто кушает. Кушайте с нами. И так, так, так. Я же говорила, что вернусь к этому отделу. Пришло время обеда. И это значит, что мы берем не Роллтон, и не Доширак, и не Петра, а берем мы супчик. Смотрите, я нашла здесь такой суп, дачный суп мясной с вермишелью, поэтому здесь прочитала, как его варить. Просто довести до кипения и варить 15-20 минут. Поэтому идеально. Мне кажется, это не такой суп, как есть чисто такие в баночках, а более полезный. Кто такой пробовал, напишите, потому что я беру такой в первый раз. Так, так, так. Смотрите, Лиза не любит всякие консервы. Их здесь в фикс-прайсе очень-очень прямо много. Но я решила взять не консервы, ну, точнее, консервы, короче, а тунец. Лиза любит тунец, поэтому... О, помятая баночка, давайте возьмем ровную. Лиза любит тунец, поэтому, мне кажется, в самый раз, надеюсь, все норм. Но что нужно к тунцу? Вот, ребята, что нужно к тунцу? Идем, идем, идем. И находим хлебчики. Где здесь хлебцы? О, вот они, кстати. Я уже такие беру не первый раз. Здесь они норм. Поэтому тунец, хлебцы, суп идеально. Еще я пришла в отдел со всякими разными соками. Лиза любит детские соки, поэтому возьмем, давайте есть какие-то сады природы. Здесь у нас яблоко, груша. Есть еще малинка, клубничка, пирсик. И вот такие интересные. Давайте возьмем такой мультифрукт и вишню. Все, это у нас на обед два маленьких сока ко всему остальному. Вы, наверное, сейчас просто офигеете так же, как и я, но я нашла готовую гречку. Она внутри просто готовая, уже мягкая гречка, то есть сваренная, еще с какими-то кусочками. Я думаю, что было бы прикольно это попробовать. Блин, ну это очень странно. Я надеюсь, Алиса ей не отравится. Но если она не захочет, то я не буду заставлять ее есть. Но чисто ради интереса я вот возьму гречку такую. Еще на обед я хочу ей взять арахис. Вот такие вот орешки. Еще есть вот такой арахис в скорлупе прям. Но я думаю, возьмем уже почищенный. Вот. Потому что сладкого она и так очень много съела на завтраке. Поэтому берем что-нибудь солененькое. А чипсы это как бы слишком вредно. Берем что-то пополезнее. Так как мы сегодня в обед решили с Алисой посмотреть фильмы, я нашла попкорн. Но, к сожалению, соленого нету. Алиса же обожает соль. Но я думаю, карамельный не менее вкусный, потому что я именно карамельный больше всего люблю. Поэтому берем как же фильм без попкорна. А это я называю просто находка дня. Потому что я нашла Алисе мне любимые оливочки. Они еще и зеленого цвета. Вот. Еле нашла их. Заглянула просто в холодильник и увидела. Немножко помятые. Ищем другую упаковку. Короче, она точно обрадуется. Смотрите, что я еще нашла. Это соленые огурцы маринованные. Она их просто обожает. Берем эту целую баночку и еще возьмем кукурузку. Вот кукурузка. Берем ее тоже. Из напитков я решила взять именно сок. Возьму какой-то детский, потому что с трубочки пить это очень мило. Короче, есть такой любимый сок. Сочная долина. Мне, наверное, нравится больше. Берем с апельсином. Ну что, Лиза, ты проголодалась? Да. Ой, нет, точнее. Я сожрала всю тарелку, реально сожрала, потому что было прям дофига всего, и я не голодная. Ну, йогурты сытные. Я не голодная. Я подъела, признаюсь честно, подъела только что мюсли, вот эти печенья с Лизой, которые она мне купила, потому что я очень захотела есть после этих магазинов, после шопинга, я нереально хочу жрать. Поэтому давайте. У меня тут палево произошло, тут арахисовая смесь с фруктами, не знаю, почему она открытая, но там красота. Знаешь, почему она открыта? Потому что я хотела его высыпать на тарелку, но когда открыла, я офигела, что внутри, и подумала, лучше ты это сделаешь. А это попкорн, потому что, я так понимаю, мы с тобой сегодня смотрели сериал и хотели досмотреть его, да? Давай, раз, два, три. У-у-у, у меня как будто еда в столовке, ребята. Ну, блин, почему сразу в столовке? Это суп. Ну, за суп лайк, потому что, знаете, у меня животик немного болит после сладостей всяких, и вот теперь отлично, но, если честно, я не очень рада этому супу, потому что что-то мне сегодня поддачивает. Как ты узнала, что это тунец? Ты его везде, что ли, узнаешь по запаху? Нет, ну, Алис, тунец, как бы, я увижу прямо издалека, не очень такое люблю, честно. Вот сегодня у меня как-то тошнит от всего соленого. Посмотрите, ребята, у меня здесь оливки, гречка, кстати, где ты, ты просто сырую гречку купила и приготовила? Это была готовая гречка, уже вареная, я опринела с этого. Вареная? В банке? Нет, не в банке, а в упаковке. В пакете каком-то? Можешь попробовать, но я, если честно, боюсь, что можно ею отребиться. Просто попробуй, но не ешь, наверное, лучше. Очень вкусная гречка. У меня вишневый сок у Алисы, апельсиновый сочная долина, твои любимые оливочки, которыми я облилась прямо в магазине. А у меня супчик, давайте я его попробую. Заметно, что и храняли эти оливочки, посмотрите, ребята, на банку просто. Оливки, которые я заслужила. Очень вкусно. Да? Суп вкусный. Ну, а ты сразу, столовка, столовка, это не какой-то там доширочный суп, это такой в пакете был, я его варила, между прочим. Тут еще и вермишель. Это готовый, да, суп был? Да. Но Алиса постаралась и даже в кастрюлю его налила. Ну, это не прям, это, извините, это надо его прямо в кастрюле готовить, поэтому норм. У меня тут еще огурчики, в принципе, кукурузка питательная. Извиняюсь, я просто хотела вам показать вот это вот, смотрите, я вам сейчас наручку там сделаю. Просто посмотрите, было написано, что это арахис, а тут сухие фрукты всякие. Просто попробуй хоть что-то. У меня огурец упал под стул, она мне тут арахис свой сует, огурец упал. Что творится просто? Я арахис давайте потом после обеда попробую. Ну, спасибо себе. Это очень красиво, ребят, прям вообще красотища. Давай мне свой арахис. Так, убираем. Так, хорошо, давайте кушать оливочки, кстати, меня эта банка немного смущает, но я попробую. Ну, у меня получился ПП обед, спасибо тебе за это. Хорошо, что нет всяких сладостей, потому что если бы они были, я бы их по-любому ела бы. А так их нету, и я рада, все, душа спокойная. Я обычно люблю корнишоны, и самый маленький огурчик выбрала себе, чтобы съесть, но он упал под стул, поэтому извините. Ну, извините, был только один вид огурцов, как бы там нету всяких корнишонов. Гречка реально топ. Да? Если вам надо быстрый перекус, это лучше, чем выбирать всякие дошираки, можно взять гречку. Тем более, если она готовая, тут грибы какие-то вижу, вообще супер. Сок мой называется, вообще милота. Обычный вишневый сок, вкусненький, классный, мне нравится. Но, блин, ребят, я не хочу это пробовать. Я потом себя переосилю, или, возможно, я проголодаюсь немножко позже. Да он был в собственном соку, нормальный. Я не знаю, почему-то не хочется, не надо мне ругать, пожалуйста, правда не хочется, но бывает такое. Но суп я сто процентов съем, потому что мой живот скажет мне спасибо. Я постаралась. Давай, чок. Все, давайте с очками. У меня апельсиновый. Апельсин, манго, мандарин. Что? Да, да, вот такая вот смесь. И как бы скоро ужин, мы сейчас посмотрим фильмец под попкорн, огромную упаковку. Да, Лиза знала, куда это брать. Я с тобой поделюсь. Извини, что тебе не взяла вкусняшек. Но этого попкорна хватит даже для вас. Вот если бы можно было, я поделилась бы и всем отсыпала. Завтра, мне кажется, я поправлюсь плюс на 3 кг, потому что я сегодня много ем. Давайте уже ужин. Ну не уже, а сейчас пойдем только за ним. Мы сейчас пойдем сериальчики смотреть. Ребят, кстати, подписывайтесь на наши инстаграмы, они будут где-то вот здесь. И вы будете видеть, что происходит, пока мы, собственно, ждем ужин. И уже встретимся на ужине. Мне кажется, это будет самый интересный такой процесс, потому что на ужин мы вечно набираем кучу всего. И приятного аппетита. Приятного аппетита всем, кто кушает. Так, ребята, ну я стараюсь проходить этот доширочный отдел стороной. Но все равно я нашла такую. Посмотрите, это лапша. Написано. Вип-лапша какая-то. Поэтому давайте ее возьмем для Лизы на ужин. Цены ее я не вижу. Здесь, к сожалению, нет. Это фунчоза, бигбоны. Короче, появилась новая вип-лапша с креветками. А, том-ям. Это том-ям. Мам, офигеть. Давайте его возьмем. Я бы и себе взяла домой, но уже для нас челлендж. Поэтому берем Лизе на ужин. Ну, вот просто пища богов. Кое-кто опять зашел во вредный отдел. Ну, простите. Раз уже у Лизы у нас есть там том-ям-тоширак, или как он называется. Возьмем еще такие чипсы, московский картофель с тигровой креветкой. Первый раз пробую такое, но среди этих всех, так, это не смотрим, среди этих всех он показался самым таким привлекательным. Типа том-ям с креветкой и чипсы с тигровым картофель. Ой, и чипсы с тигровой креветкой. Короче, вы поняли. И посмотрите дальше. Здесь есть куча интересных прям напитков. Но я хочу взять этот. Этот какой-то энергетик горилла. Давайте возьмем его. Мне кажется, Лиза одобрит. Ну, я так точно, если что, попью. Короче, удачный ужин у кого-то. И еще посмотрите, что я к ужину отхватила на кассе. Это копченый сыр. Я там постеснялась снимать, потому что было много людей. Поэтому показываю про питание, как Лиза любит. Сыр копченый. Это место десерта на ужин. И еще я нашла такие милейшие кокосовые чипсы. Это будет перекусик к обеду. Они еще со вкусом кара. На ужин ее побалуем. Не знаю даже, что взять. Супчик какой-то. Может, бульон такой взять. Или же Роллтон. Блин. Или Финчо. Или Биг Бон. Блин, ребята, это сложный выбор. Но я думаю, возьму ей Биг Бон. Вот такую огромную тарелочку. И что-то еще сейчас буду думать, что и взять. Но на ужин много кушать не надо. Поэтому следим за Алисиной фигурой. Много я набирать не буду. Я ей взяла какие-то пиколини. Прикиньте, я не знаю что. Это нарисованы колбаски. Мне очень интересно. Ради интереса взяла. И какие-то кокосовые чипсы я уже такие пробовала. Веганские. Алиса сегодня станет веганом. Потому что мясо сегодня она не будет есть, к сожалению. Потому что в фикс-прессе я не нашла. Перед сном она у нас выпьет чайку с имбирем. Чтобы сладенько уснуть. Еще и с апельсином, и с имбирем. И витамин С. Прям витаминов она получит. Дофига сегодня. И простите меня, ребят. Я хотела сегодня сделать пп. Но не получилось. Потому что я увидела черные чипсы. Офигеть просто. Прикиньте. Черные чипсы. Кладем их в нашу корзину. И мне кажется, это вкусненько. Смотрите, с бальзамическим уксусом и соли. Может, это и пп. Но вряд ли. Ребята, я уже рада. Потому что мне попался том-ям. Смотрите, реально какой-то японский супчик. Это вип-лапша. Просто для вип. Написано вип. Я лакшери для лохари. Или лохари, или лухари. Непонятно. Давай открывать. А у меня что-то вот. Смотрите, ребят, реклама. Это мой мерч, который вот выйдет очень-очень скоро. Я думаю, в ноябре он уже точно выйдет. А пока посмотрите, какой он красивый. Полюбудись. Только у нас, пока он есть. Это чай будет у вас. Горячий. Давай, раз. Два. Три. Ого. Вот это так набор, ребята. У меня Биг Бон Макс. То есть для толстячков, как я. Пикалини. Какие-то колбаски. Копченый сыр, лол. Это что вообще такое? Я первый раз такое вижу. Потом. Офигеть. Опять, смотрите, вместе на ужин я в шоке. Ты просто любишь кокосовые чипсы. Я их сразу и купила. У нас один мозг на двоих. И, ребят, самое интересное, посмотрите, в фикс-прайсе, что ли, есть черные чипсы или это ты в другом магазе купила? Нет. Они черные, как уголь просто. И когда мы снимали тебе челлендж, не хватало ей черных чипсов. А они в фикс-прайсе все были. Самое важное, смотрите, смотрите. Это Энергоз. Горилла! Ура! У нас уже традиция пробовать новый Энергоз в фикс-прайсе, поэтому оцени его сразу. Это опасно. Сейчас полетит кому-то в глаз пробка, наверное. А, все, я поняла, как оно открывается. А может, его просто можно прокрутить? Его просто можно, да. О, открываешь? А зачем открываешь? Я на всякий случай. Ну, пахнет, как лимонад, слушай. Вредный лимонад. Там написано Энерджи Горилла, ты станешь гориллой. Будешь скакать по квартире, как горилла. Аккуратнее пей. Можно попробовать? Нет. Ладно, пробуй. Пробуй, конечно, пробуй. Мне не жалко. Так, у меня тут еще есть. Он вкусный, ребята. Карамельные кокосовые чипсы. Мы купили их одинаково. И самое необычное, это копченый сыр. Что, что это такое? Копченый сыр и чипсоны какие-то. Ну, нормально. Самое интересное. Попробуй вип-лапшу. Это вип-лапша, потому что она вип. Смотрите, там внутри какие-то бобы, какая-то зелень. Запах нереальнейший, честно вам скажу. Прям очень классно. Удиви меня. Ой, он такой темненький, прям с перчиком, да? Ну, видно. А у меня бигбон большой размер. Острый, очень острый. Острый, да? Максимально острый. Ну, тайский суп острый всегда. Реально? Закупаюсь. Блин, простите. Я взяла. Он был такой интересный, что я не сдержалась. И теперь давайте попробуем черные чипсы. Я их пробую первый раз в жизни. Я не хочу больше чайника. Это чай, кстати? Да, имбирный. Можно, пожалуйста, очень печет горло. Ой, он горький. Он как имбирь прям. О, вкусно. Вот это топ, ребята. Они прям соленые, будто со вкусом соли какой-то. Открою кокосовые чипсы, потому что для меня это самое интересное. И у меня реально сейчас горло печет. Возможно, я просто не привыкла к острому, но мне прям очень острый. Попробуй. Давай откроем твой сыр. Я так его еле сняла, потому что там лично кто-то крутился на кассе, и я его схватила и в другом отделе сняла в тихаря. Вот так выглядят карамельные кокосовые чипсы. Они реально из кокосов, возможно. Ребят, посмотрите, я решила открыть ее сыр, потому что я его покупала, и мне интересно. Он такой, не знаю, на что похоже, на дрова какие-то, на дерево. Ой, ребята, это очень вкусно. Он мягкий и вкусный. Ладно, сестра, возвращаю. Потом поделишься. Просто это теперь самое мое любимое, я буду всегда покупать. У меня такие тоже есть. Стоило 50 рублей, между прочим. Я знаю. Очень вкусно, максимально. Попробуй лапшу, она реально острая. Попробуй, пожалуйста. Ладно. Ну, простите, я знаю, что острая как бы не... Ой, господи. Снимаем упаковку. Ой, тут какие-то штучки. Кстати, это лапша новая, ее в фикс-прайсе не было. Так на вид, как обычная лапша, но она с какими-то красными перчиками тут еще. А ну, я попробую. Ты сразу не поймешь, а когда проглотишь, то поймешь. Да. Оно прям очень острое. Ребят, для любителей острого, вот, вип... А, написано. Острый кислый вкус. Вот куда я смотрела? Она прям в горле. Очень, очень. Ага. Ребята, это теперь мой фаворит. Я буду всегда это есть, и сейчас я его все съем. Я еле разговариваю, потому что имбирный чай тоже такой с горчинкой. И хочу открыть пиколини. Посмотрите, пиколини какой-то. Оп. Это натуральное сырье, копченое и дижонское горчинкое. Почему кикспрасе такие необычные продукты? Мне очень интересно, блин. Простите. Давай. Посмотрите, это прям такие милые колбасушки. Ну, на камере они не очень, наверное. Скажите, тоже не очень. Попробуй. Не. Это обычные колбаски. Обратите внимание на такие штуки. Вот это топ, как перекус, просто идеально заходит на ура. Под пивко потянули. Черные чипсы просто топ. Ну, бигбон, как обычный. Это я уже тоже за просмотром фильма сейчас покушаю. Типа ПП на ночь все можно. Это очень остро, очень. Можно мне запить твоей гориллой? Ну, лучше бы ты пила имбирный чаек. Он очень вкусный. Не полезный. Огорчит, я не могу твой ВИП-ужин запить. Ой, ребят. Сейчас будем смотреть фильм, досматривать и посоветовать нам какие-то фильмцы какие-то интересные, да? Да, ребят. Ой, приятного аппетита всем, кто кушает. Нереально остро от этого ВИП-лапши. У меня до сих пор остро во рту и в горле просто. Мы будем это все доедать и ложиться спадки. Всем спасибо за просмотр. Мы вас очень сильно любим. Увидимся с вами очень скоро. Пока-пока.